Участники пресс-конференции видят в деле след ФСБ. Убитый криминальный авторитет был отъявленным украинофобом. Бил жену за украинскую речь и ездил на машине с русскими номерами. Его не выдворяли из страны, хотя он был гражданином Российской Федерации. Еще вчера обвиняемые в убийстве криминального авторитета сегодня в Киеве. Это по версии милиции заказчик. Заместитель директора полиграфического предприятия Вячеслав Шавкалюк. Убитый часто избивал сестру его жены. Вячеслав заступался. Я природно не мог не втрутиться. С чисто альтруистичных меркуваний. Я просил его выполнять по-людски. Но в результате всего этого я стал ворогом. Сначала, а потом еще и мишенью. Исполнитель преступления по версии правоохранителей, друг Вячеслава Шавкалюка, бывший работник угрозыска, охотник и дайвер Олег Белик. Говорит, с покойником был даже не знаком. Стрелять в людей ему не доводилось. Но при его задержании задействовали снайперов. Предлагали и откупиться, рассказывает Олег. Близько через два месяца, как меня затримали, прокурор прислал до моего батька, непрацюючего пенсионера, своего, скажем так, агента, який запропонував ему меня випустити. При этом в разговоре было четко сказано, что так, они понимают, и они знают, что я до этого дела вообще не причетен, что я по этой справе свидетель, но в связи с тем, что она была большая резонансная, что это замовленное убийство, то необходима невеличкая сумма. По их словам, невеличкая сумма – это 150 тысяч долларов. Олега Белик и Вячеслава Шавкалюка задержали, посадили в СИЗО, но доказательств найти не смогли. Дело выиграли в суде. Подозреваемых по делу об убийстве криминального авторитета пришлось выпустить. Тогда прокуратура обвинила судей в коррупции, а руководство СИЗО в неправомерных действиях, говорит адвокат. Прокуратура прошла криминальное проведение о суде апелляционного суду за статей 375, частью 2. Прокуратура, мало того, что порушила криминальное проведение, еще и написала, что относительно судей, а еще и жирным подчерком прописала, что предбачено покарание в виде избавления воли на срок от 5 до 8 лет. Теперь обвинительный акт из Мукачевского суда будут рассматривать столичные служители Фемиды. Заседание назначено на 10 августа.